Ребята, привет! Мы рады вас видеть на канале Полинс. Сегодня у нас очень важная тема в преддверии сентября в преддверии школы, поэтому эта тема будет особо актуальна тем, у кого дети в школьном возрасте готовятся идти в школу, либо уже ходят в первый класс, либо уже ходят в школу. Мы сегодня поговорим о финансовой помощи, которую делает польское правительство для учащихся в школу. Что для этого надо, в каком размере. И, кстати, очень важно, что в конце видео Сережа специально для вас заснимет пошаговую инструкцию, как правильно заполнять внесы, поэтому не переключайтесь, досматривайте до конца и также подписывайтесь, конечно же, на наш канал. Как само польское правительство говорит, то есть это своего рода инвестиция в детей, которые учатся в Польше. Поэтому для всех детей, как мы уже сказали, которые учатся в школе, либо начинают свой школьный период, то есть идут в первый класс, могут, их родители могут получить 300 злотых, и это единоразовая помощь, но получать его можно каждый год до 20-летнего возраста ребенка. И в случае, если у ребенка есть какие-то вады, да, то есть... неправно справный. Да, с ограниченными возможностями, то этот период увеличится до 24 лет, то есть можно получать такую помощь. Но опять же, если ребенок учится в школе до 20 лет, да, если он закончил школу в 16, то получать он ее не будет до 20. Да, конечно, то есть это просто там сделано этот период для каких-то сегодня август, может быть, немножечко задержка мы снимаем этот ролик, но вы должны знать, что каждый год с 1 июля открывается возможность у родителей подать заявку на получение этой финансовой помощи через интернет, через свой интернет-банкинг. Очень много банков, практически все ведущие банки поддерживают такую функцию в своем портале. Подача-внеска 300+, поэтому можно именно так сделать. И лично мы делали именно через наш банкинг. Дальше это можно сделать через портал ЗУС, то есть на портале ЗУС, если вы зарегистрированы там, там тоже есть такая опция. И третья опция, это через портал Эмпатия, то есть тоже кто там зарегистрирован, это специальный такой портал для подачи внесков в электронном виде. Вот, я тоже там зарегистрировался, но внесок, как я уже говорил, мы подавали через наши тренд-банкинг. Мы все ссылки внизу сохраним. Да, конечно. Вот, теперь что интересно, если вы подаете этот внесок в электронном виде в июле или августе, то гарантировано, ну, если, естественно, в случае положительной децизии, да, то вы получаете эту помощь, перечисление на ваш банковский счет до 30 сентября. Вот. Дальше, если же вы желаете подать внесок, ну, не в электронном виде, либо не успели, то с сентября, сентябрь, октябрь, ноябрь, вот эти в течение трех месяцев, да, можно подать обычный внесок в бумажном виде, либо прямо в этом ужонде, либо через почту, можете отправить эти все внески даже по почте. Значит, если традиционным, да, способом подавать этот документ, то, не документ, а внесок, то это надо в свой, как бы, гминный или гминный очередок помощи с ПОВЭЧНЫЙ, да, то есть это, типа, как соцстрах, наверное, какой-то, вот, как в Украине, либо в городской центр помощи, вот такой, то есть называется ГОПС или МОПС. Вы должны знать, в какой именно вы должны подать, это решается по адресу вашего замильдования. И, как я хочу дополнить, дополнить Сергея, что, а если вы подали не электронично, а сами подали, сентябрь, октябрь, ноябрь, то тогда децизию где-то через два месяца ждать. Нет, децизия может быть, на самом деле, раньше, а именно самовыплата. Выплата, два месяца, да. То есть, как вы... То есть, не ждите сразу. Да, то есть, в течение двух месяцев вот эта помощь вам должна прийти от даты подачи внеска. Сейчас мы перечислим как раз для вас перечень документов, необходимых для того, чтобы получить эту помощь. Первое, что там надо. Значит, обязательно вам необходимо легально пребывать в Польше. Для этого должны быть документальные основания. То есть, это... Ну, мы не берем, да, сейчас во внимание, допустим, граждан Польши, а говорим за иностранцев. То есть, это карта САУ по быту, САУ по быту. Ну, и там обязательно необходимо, чтобы была отметка с доступом к рынку труда. Ощущение с школы, что ваш ребенок действительно зарегистрирован на учебный год. Либо уже учится, либо как мы, вот, когда мы только поступали в третий класс в польской школу, то мы брали секретариат в какое-то свечение. Да, либо легитимация, которая уже там, либо продленная, как бы, на новый учебный год, либо какая есть. Ну, в общем, я отправлял, какая есть, хотя вот у нашего сына там отметка стоит, что она годна до, по-моему, конца сентября 2020 года. Паспорт заграничный, да, наш песель, мельдунок. Мельдунок, нет, по-моему, мельдунок нет, потому что они смотрят уже по песелю, там все, они это видят. У нас это было, просто мы его приносили. Да, поэтому вот как в этом году я подавал, да, то есть это я отправил сканы, точнее я даже заполнил вот эту форму, отправил, а потом мне у Жонда пришло письмо о том, что, пожалуйста, предоставьте сканы вашей карты с двух сторон и документы нашего сына, да, то есть легитимацию. Я отправил им и карту по быту ребенка нашего, вот, и все, ты получил положительный ответ, то есть ничего сложного. Но есть один маленький нюанс, который мы столкнулись в прошлом году. Что это очень важно. Да, а именно следующее, то есть вот мы когда приехали в прошлом году в Польшу, у нас не было еще карт по быту, да, и все вы знаете, как долго их делать. Но у меня уже была открыта предпринимательская деятельность, сколько она, по-моему, месяц, месяц она у меня уже была. То есть я был зарегистрирован во всех вот там инстанциях и в ЗУСе, все члены семьи мои, да, были там зарегистрированы как застрахованные. И у нас была... Карта поляка. Ну, карта поляка, я имею в виду национальная виза, да, выданная на основании карты поляка. И вот я немножечко суженком там вступал в дискуссию на предмет того, что положено ли все-таки эта помощь нам, ребенку, или нет. Ну, что я могу сказать. В конечном итоге я им доказал, что хоть у меня и нет карты по быту, на которой есть отметка доступ к рынку труда, но по факту я нахожусь в Польше легально и я имею доступ к рынку труда на основании вот этой национальной визы плюс карта поляка. И я уже, как бы, там занимался предпринимательской деятельностью. То есть, эти воронки уже выполнял. Да, чтобы не получилось такой ситуации, как бы, когда они говорят, что нет, вам не положено, потому что у вас нет карты по быту с отметками. Но я копнул чуть глубже и начал изучать другие статьи, в которых четко прописано, что иностранцу, который освобожден от получения вот этого зазволения, да, или там доступа к рынку труда, можно и не иметь такой, как бы, отметки. И поэтому, как бы, более того, я даже писал письмо в министерство для получения, как бы, более такой значимой информации, официальной, вот, в которой они тоже подтвердили, что при моих условиях финансовая помощь положена нашему ребенку. Поэтому не унывайте, если есть какие-то у вас там... Боритесь за свои права. Да, боритесь, доказывайте, потому что, возможно, рассчитано все на то, что люди не будут заниматься этим вопросом так глубоко. А я, как бы, занялся и, скажем так... Это реальный опыт, поэтому пользуйтесь. Да, все там не так уж и сложно, как изначально даже мне казалось. Поэтому, наверное, это вся информация вот о финансовой помощи 300+. По-моему, вы не сказали, что зарубка не входит в получение этой помощи. То есть, если у вас ребенок идет, как бы, первый год, это дошкольный, как бы, дошколятов, им еще не положено. Это помощь только с первого класса. И вот тоже такой нюанс уже чисто не по помощи, а потом, что можно купить на эти 300 злотых. Реально ли это, да, помощь полезна для этой семьи или нет. Вот мы на себе это прочувствовали, когда, мы же говорим, переехали, получили. И у нас не было ничего, ни кастоваров, ни... Ну, я не думаю, для школьника, скажем так, что можно купить, да, школьнику. То мы ему купили классный фирменный рюкзак, заплатили где-то 180 злотых. Ну, хороший, действительно, до 200 злотых можно купить качественный ортопедический рюкзак. И на 100 злотых мы докупили вот так вот все констовары, футболку, по-моему, мы еще купили на физкультуру. Ну, такое, носки, ну, пенал купили. То есть вот так, чтобы, я думаю, классно все-таки, что она есть, потому что достаточно хорошее подспорье родителям, особенно если два в семье школьника или три школьника, то такие существенные, скажем, покупки можно совершить. Ну, а я напоминаю вам, что сейчас после этого видео я расскажу, как именно заполняется внесок на финансовую помощь 300+. Так что, ребят, если была полезная информация и вы что-то подчеркнули для себя, ставьте лайки, пишите в комментариях свои вопросы и получите на них ответы. Все, всем пока. И также ищите меня в Инстаграм, я каждый день выкладываю, делюсь с вами информацией о жизни, о нашем быте и провожу прямые эфиры, поэтому там я еще ближе к вам. Ищите меня, вот здесь как раз будет написана моя страничка. Всем пока. Друзья, ну а сейчас позвольте расскажу вам, как быстро и без ошибок заполнить внесок на получение финансовой помощи 300+. В первой графе вам необходимо написать наименование того ужонда, куда вы подаете ваш внесок. Это может быть ГОПС или МОПС, как я рассказывал ранее. Вы должны знать по своему адресу проживания, к кому вы относитесь, к городу, либо к ГМИНе. Поэтому это вам необходимо знать именно по адресу вашего практического проживания. Дальше. Вы заполняете адрес этого органа, куда вы подаете, да, то есть ГМИНа, код почтовый, мест, овощ, номер дома, номер локала. В части первой вы заполняете данные того, кто подает, то есть, ну, свои, собственно, данные. Имя, фамилия, номер Песеля, дата рождения. Если у вас уже есть номер Песеля, то пятый раздел, где серии номер удостоверения личности заполнять не нужно. Дальше вы указываете обывательство, ваше гражданство и стан цивильный. Здесь вот ниже предложены варианты, какие могут быть. Это пан, кавалер, заменженный, женатый, разведенный, разведенный, сепарации, вдовав, вдовец. Дальше вы указываете адрес вашего фактического проживания. Опять же, ГМИНа, код почтовый, мест, овощ, улица, номер дома, номер мешкания. Номер телефона и адрес электронной почты. Так, на следующей странице вы переходите уже непосредственно к заполнению, к указанию данных вашего ребенка, на кого вы планируете получить эту финансовую помощь. Здесь тоже все предельно просто. Имя, фамилия, песель, номер песеля, дата рождения. Опять же, поле, где мы обычно заполняем серию номер нашего паспорта либо другого документа, мы заполняем только в том случае, если у нас нет песеля. Указываем здесь гражданство и отмечаем галочкой либо крестиком вот это поле. Это для тех детей, которые требуют специального какого-то обучения, специализированного. Но родители об этом должны знать, и поэтому для тех, у кого это касается, они здесь отмечают это поле. Дальше, в этом разделе мы указываем учебный год, с какого по какого года ребенок будет посещать школу. Вот здесь отмечаем. Либо не будет посещать школу. Но может быть так случится, что по каким-то обстоятельствам ребенок не сможет посещать учебное заведение, но тем не менее он будет там числиться в списках и получать образование. Далее, вот в этом разделе, это относится к детям от 6 до 9 лет. Те, которые могут еще посещать школу либо зарубки. И здесь необходимо указать тоже учебный год, на который вот фактически вы подаетесь. И отмечаете галочкой, будет ли, точнее вот не будет посещать пшедшколу либо зарубки, либо будет. Вот, ну скажу вам из тех правил, кому эта финансовая помощь относится. То есть, если ваш ребенок будет еще посещать пшедшколу либо зарубку, то такая финансовая помощь вам не положена. Дальше здесь мы указываем вид школы, то есть школа подставого, лицеум, либо другие формы школ, формы образования. Здесь мы указываем адрес непосредственно школы, опять же гмина, код почтовый, местовая, улица, номер дома, номер локала. И в двух нижних полях мы указываем код почтовый заграничный и название страны, это для тех случаев, если адрес есть, ну не польский у этой школы. Дальше у нас идет точно такая же форма для второго ребенка, для третьего, для четвертого и для пятого. Вот, а после идет вот эта часть вторая, в которой еще раз рассказывается все условия и правила, для кого это финансовая помощь, добрый старт, либо 300 плюс, положено. Значит, и после, на последней странице вы указываете номер вашего банковского счета, на который будет финансовая помощь отправлена. И вот в этих последних графах вы указываете наименование тех документов, которые вы прилагаете к этому внеску. То есть, это могут быть там сканы, карты по быту, не знаю, легитимация из учебного заведения, либо учреждения, что ваш ребенок принят и будет учиться. В этой школе, может быть, вот как в нашем случае, мы прикладывали карты поляка, копии национальных виз типа Д. Я также прикладывал выписку из реестра ЦИДГ. Это там, где указано, что у меня открыта предпринимательская деятельность в Польше. Вот, все. Дальше вы в месяцовость вписываете, дата и подпись. И таким образом вы внесок заполнили. Теперь можете отправлять его по почте в ужонт, который вы вот здесь писали на первой странице, либо подать его, фактически придя в этот ужонт. Все, всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!